Здравствуйте, друзья! Известный российский диверсант Игорь Гиркин, который, конечно же, уже давно хорошо нам всем знаком, на днях в своем свежем интервью, комментируя противостояние Украины и РФ, открытым текстом признал, что РФ отправляет в ордло своих ЧВКшников, то есть наемников, а также некоторое вооружение. Об этом Гиркин совершенно открыто заявил в ходе диалога с российским видеоблогером Максимом Калашниковым. Давайте послушаем прямую речь. Будем прямо говорить. Сейчас туда нагнали ЧВКшников. Туда музыканты приехали из ансамбля Вагнера в больших количествах. Там всякого разного добра собрали. Но это, извините, в случае серьезного наступления противника ни о чем. Это вот заткнуть дыры и продержаться, условно говоря, несколько часов. Как мы можем слышать, Гиркин весьма скептично настроен в отношении боеспособности этой публики, но в данном случае это не главное. Главное, что один из непосредственных участников этого конфликта, причем с той стороны, да, не какой-то диванный эксперт, а человек, который реально там был и знает ситуацию изнутри, открытым текстом признает, что РФ отправляет на Донбасс своих наемников, их там нетов, частной военной компании, вооружения. То есть, пока российское руководство продолжает врать, что РФ не сторона конфликта, и так возмущается, мол, да почему же все хотят Москву изобразить стороной этого конфликта? Москва там ни в чем не участвует. То, опять же, там люди вот такие, как, опять же, сами же россияне, да, они признают, что, да, РФ туда отправляет своих военных, своих наемников. То есть, как бы там полноценно идет, как говорится, подготовка и насыщение той территории к очередному обострению, да. И, опять же, это все говорит реальный человек. Повторюсь, не какие-то анонимные комментарии мы читаем, не вброс из интернета, а конкретно человек, который прямым текстом все рассказывает. И как только вы видите человека, который рассказывает, что, да, не все там так однозначно, нет никакого конфликта с РФ, это внутренний конфликт, просто показывайте ему вот эти видео, вот эти свидетельства. Просто нужно распространять вот эту информацию, показывать ее на украинских телеканалах, так, чтобы все знали, что на самом деле там, на востоке Украины происходит. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Обязательно поделитесь этим видео. Ну, а если вы считаете, что мои видеоблоги полезны и нужны, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.